ND-фильтры очешуительно полезная штукенция. Если вы снимаете видео в яркую солнечную погоду, то использование ND-шника добавит в вашей динамичной картинке больше мягкости. Движущиеся объекты будут восприниматься более естественно, а акцент внимания с пёстрых краёв будет перенаправлен на центральную часть кадра. Зритель не будет отвлекаться от траектории движения камеры, и это придаст видеоряду больше киношности. Вы только посмотрите на эти шоты, верхний снят, на суперкороткие выдержки без ND-фильтра, а нижний на ND-32, на более длинные выдержки. Если всё запаузить, то будет отчётливо видна разница в динамике полёта камеры. Motion Blur, вот это вот самое любимое всеми размытие в углах кадра, творит магию киношности. Детали в углах, а вернее их мягкий смаз, не отвлекает смотрящего. Картинка становится менее пёстрой, мозги зрителя отдыхают. Зритель получает удовольствие, ну а мы лайки. Вообще, в съёмке видео есть замечательное правило. Выставлять выдержку затвора, равную удвоенному фреймрейту. К примеру, если у вас FPS 25 кадров, ставьте затвор на 1,5 секунды. Если пересвет, надевайте ND-фильтр, чтобы нормализовать выдержку до нужного значения. Это крайне важно, особенно если вы снимаете, жесть, дичь, как всё быстро тут происходит. Но вот благодаря именно этому Motion Blur, наш мозг намного лучше улавливает траекторию движения камеры. Поэтому ND штука полезная для видео, бесспорно. Любой оператор, купив себе камеру-объектив, сначала покупает ND-фильтр, а позже закупается внешним мониторами, петличками, стабилизаторами, ну и на сдачу покупает дошек. Также и у меня, как только я собрал FPV Cinematic комплект, на GoPro я прицепил ND-фильтр, который подарил роликам больше мягкости. И да, я всё ещё очень хочу поделиться с вами своими знаниями в FPV тематике. Поэтому, если вам интересна эта тема, с вас лайк-комментарий. Окей, по видео понятно. Ну а что касается фотографии, как часто фотографы пользуются ND-фильтрами? Да не особо-то и часто. Но всё же сказать, что ND-фильтр бесполезен, это как сказать, что Nikon великолепен. Надо как-то уменьшить количество свет, падающее на матрицу. Вот именно для этого мы и используем ND-фильтры. Так давайте мы о них сегодня и поговорим. С вами Максим Густарёв и понятная лекция на пальцах. О постоянных и переменных ND-фильтрах поехали. Что такое ND-фильтр? Это элементарнейшее, нейтрально-серое, бесцветное стекло, ограничивающее световой поток. Если на дебильном, просто серая стекляшка, которая нам позволяет оперировать более длинными выдержками. Я прикупил себе несколько ND-фильтров с переменным и постоянным затемнением. ND-8, ND-32, ND-1000 и переменник ND-2-400. Значение после ND на маркировке фильтра указывает, во сколько раз вы ограничиваете количество свет, падающее на матрицу. ND-8 даст вам 8 раз меньше света. Но я рекомендую сразу переводить эти разы в стопы, потому что так мы будем легче оперировать параметрами на фотоаппарате, к примеру, в пейзажной фотографии. Посчитать очень легко. Просто делите пополам значение после ND, зажимая попутно пальцы. ND-8 пополам 4, 4 пополам 2, 2 пополам 1. Соответственно, ND-8 это затемнение фотографии на 3 стопа. Аналогично с ND-32. Если вы математик, то представляете пример с возведением в степень. 2 в какой степени будет 32? ND-1000 очень близок к ND-1024, а это 2 в 10 степени. Соответственно, ND-1000 даст практически затемнение в 10 стопов. Забавно то, что ND-32 отличается от ND-1000 в 2 раза по стопам. Если фильтры нацепить друг на друга, то стопы будут просто складываться. В сумме ND-8, ND-32 и ND-1000 даст нам затемнение на 18 ступеней экспозиции. И этот бутерброд будет нам особенно полезен, если вы хотите снять оживленную улицу с плывущими на фоне облаками, где поток облаков теряет текстуру и приобретает линейный смаз. Ну или если вы хотите добиться матовой поверхности моря, где вода превращается в густой туман. Ведь именно тут необходимо оперировать длинными выдержками от 30 секунд. Но как их добиться днем? Допустим, мы выставили минимальный ISO-100. Максимально открыли диафрагму до F4. Я снимаю на супершире катниси и тут до светосилы F4. На эту XP-пару я могу подобрать выдержку. И она у меня выходит 1,250 секунды. Разумеется, ни о каких размазанных областях можно и не думать. Попробуем сократить световой поток закрытием диафрагмы. Закрываем ее на 4 стопа до F16. Соответственно, выдержку на 4 стопа можно удлинить. Тогда мы получим аналогичную предыдущей картинке яркость. Быстродвижущиеся машины будут смазываться, но облака все так же статичны относительно площади кадра. Они не успевают значительно сместиться. На некоторых камерах есть возможность выставить более низкий ISO. Ну, к примеру, 50. И даже тут мы выигрываем максимум 1 стоп. Опустить ISO ниже мы не можем, так же, как и закрыть сильнее диафрагму. Но все же световой поток мы ограничить можем за счет ND-фильтра. ND-8 и ND-32 затемняют картинку на 3,5 стопов соответственно. И надев их вместе, мы получаем уменьшение светового потока аж на 8 стопов. Картинка становится темной. И компенсировать затемнение мы можем удлинением выдержки на те же 8 стопов. В нашем случае до 30 секунд. За это время облака успевают значительно сместиться и смазаться в кадре. Профит. Но не думайте то, что ND полезен только для смаза облаков. Благодаря снижению светового потока вы можете исключить использование закрытых диафрагм, которые просто как-то космически проявляют всю грязь на матрице, которую, ну так, в лом чистить. В данном примере диафрагма F16 открылась на 4 стопа до значения F4, что сделало картинку намного более чистой. Вообще, я сегодня часто буду упоминать стопы, потому что пейзажная фотография без них достаточно ограничена. Особенно, если вы хотите в условиях недостаточной освещенности, не знаю, там ночью делать кадры на супердлинные выдержки в 10-15 минут. Тестовые же кадры вы не будете фигачить на 10 минут. Вот если вам интересна тема стопов, если вы не понимаете вообще, что как это работает, кто куда складывается и какие стопы в диафрагме выдержки ISO, напишите мне в комментарии, я сделаю отдельный ролик с подробным объяснением. ND-фильтры бывают круглые, навинчивающиеся на объектив, и прямоугольные, вставляющиеся в специальные держатели. Типа более профессиональные. Если вы занимаетесь пейзажной фотографией для стоков, снимаете на средний формат и широкие углы, то, скорее всего, вы приобретете специальный держатель под квадратные фильтры, куда можно будет вставить ND, поляризационный и градиентный фильтры одновременно. Правда, такой комплект может стоить овер дофига денег. Также ND-фильтры принято делить по типу работы. Есть фильтры с постоянным затемнением, просто серая стекляшка. И чем дороже эта стекляшка, тем менее загрязненным будет изображение. Я говорю про сохранение резкости, контраста изначального цвета. А также есть фильтры с переменным затемнением. Они, в свою очередь, состоят из двух поляризационных стекол. И при вращении одного относительно другого, в момент, когда их поляризация оппозитна, происходит максимальное затемнение. Также стоит отметить, что при использовании переменных ND неизбежным будет эффект затемнения неба и уменьшения отражений. Ну, как при использовании простых CPL-фильтров. Первым в моем арсенале ND-фильтром оказался как раз переменный ND-шник. Я взял его, инкинса и отправился на море. Была к делу, тогда мы еще жили в Анталье, а рядом там просто несчетное количество красивейших пейзажей. Буквально 15 минут на мотоке, и вы на пляже в окружении полутора километровых гор. Опа! Касаемо ND-фильтров с переменным затемнением. У меня в руках как раз один из таких. K&F это китаец с переменным затемнением от ND2 до ND400. Это затемнение от одной ступени до 2, в какую степень нужно возвести, чтобы получить 400. Он имеет переменное затемнение, поэтому вы можете просто крутить два кольца до получения нужного затемнения. И сегодня как раз его хотелось бы потестировать. Фильтр пришел в комплекте с чехлом. Честно говоря, я бы предпочел пластиковую коробочку из-за более легкого веса. Последнее время я совсем обленился и слежу за каждым граммом своего рюкзака. Если есть возможность снизить вес, я ее не упускаю. K&F, безусловно, KFC, безусловно, отлично собран. Имеет плавный ход кольца, да и крутить его удобно, благодаря крупным рискам и рычажку, торчащему сбоку. Переменность от ND2 до ND400 дает затемнение от 1 до почти 8 стопов. И при съемке видео у вас появляется возможность с сохранением экспо-пары плавно менять экспозицию кадра. Это прикольно. Но есть нюанс, из-за которых мне пришлось докупать простые фильтры с фиксированным затемнением. Дело в том, что переменные ND отлично работают на портретниках, типа 50, 85, либо 135 мм. Но как только вы берете ширики, в моем случае это 15 мм, появляется дикий дисбаланс с зонированием затемнения. И с ним бороться просто невозможно. Края кадра высветляются, в то время как в центре экспозиция может упасть до ноля. Разумеется, это происходит в максимальной степени, когда вы крутите кольцо фильтра, выходя за рекомендованные пределы. Но, к сожалению, крест заметен и на небольшие значения, типа ND100. Отсюда можно сделать вывод. Если вы работаете на фокусные расстояния от 50 мм, покупайте переменный ND. А если нет, то берите фиксы. Касаемо фиксов. Я прикупил три ноунейма. Реально ноунейма. Я вообще не нашел, что это за марка, кто ее производитель. Заказал я это все добро с турецкого трендиола за 5000 рублей. Мне пришли фильтры с затемнением ND8, 32 и 1000. Это уменьшает экспозицию на 3, 5, 10 стопов соответственно. И после получения ранним утром я покатил на следующую съемку у моря. Добираться сюда было холодно, всего плюс 16, но спустился к морю, здесь уже намного теплее. Сейчас рассвет у нас не за горами, через 16 минут я взял три фильтра, буду их вместе все нацеплять, дотестировать, как они себя поведут в прямом солнечном свете. Солнышко у нас еще находится за горизонтом. Я нацепил ND1000 и на выдержку 30 секунд ISO 100 диафрагмы F4 у меня получился вот такой кадр. Конечно, на 30 секунд вода не так сильно размывается, но это все же лучше, чем совсем без ND. Вот сейчас, живя в Израиле, я начинаю дико скучать по анталийским ландшафтам. Ну все, солнце у нас зашло, теперь у меня есть дикое желание поснимать на супер какие-то длинные выдержки, что-нибудь типа минут 5, поэтому я нацеплю все три фильтра, 32000 и ND8. И для того, чтобы насытить светом кадр, придется оперировать очень длинными выдержками, значительно длиннее 30 секунд. Для этого в Sony есть режим BULB, ну как и на многих других камерах, разумеется. Через мобильное приложение я подрубаюсь к камере и теперь могу снимать на супер длинные выдержки хоть в 1 час. Принцип прост. Мы выставляем ISO 100, открываем диафрагму и открываем затвор. Засекаем часами нужное время и идем заниматься своими делами. На 30 секунд вы получите вот такой кадр. В ту очередь, как с BULB, можно делать кадр уже на 2 минуты. Посмотрите, как более сильно смягчается рисунок воды, она становится более матовой. Если вы будете закрывать диафрагму, то, скорее всего, проявите всю пыль на матрице. Ну, что в целом тоже правится быстрой протиркой сенсора в пылевых условиях. Вот вам инструкция, как это делать. Створачиваете объектив, берете тряпоньку на нее так, фу, и начинаете по матрице возюкать. Знакомлю вас с ультрауниверсальным способом вычисления экспозиции. Сейчас у меня нацеплены два фильтра. На ND1000 и ND32. Это затемнение на 10 и на 5 стопов, соответственно. Я снимаю крайний из этих фильтров на ND32. На выдержку 30 секунд и ISO 100 у меня получается идеальная картинка. Соответственно, если я нацепляю ND фильтр на 5 ступеней затемнения, мне выдержку 30 секунд нужно будет удлинить на 5 стопов. 30 это 32 типа секунды. 64, 128, 256, 512, 1024 секунды. А 1024 секунды это хера. 17 минут, пи***. Ну окей, выставляем режим балб и снимаем на 17 минут. Но у меня еще стоит диафрагма F8. На два стопа мы можем ее высветлить. Раз стоп, два стоп. Соответственно, 17 минут уже превращается в 4, а это уже более реальные выдержки. Съемка пошла, таймер запускаю. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Я, как обычно, провтыкал и вместо 4 минут снимал 5 с половиной. Поэтому фотография у меня на половину стопа стала ярче нужного. Но на посте все легко выправилось. За 5 минут вода совсем потеряла текстуру и превратилась в дым. Забавно, что благодаря фильтрам стала доступна такая колоссальная выдержка при прямых солнечных лучах. Но и тут все не идеально. Чем больше фильтров вы нацепите, тем большие потери в контрасте вы получите. Соответственно, цвета будут более грязными. Из-за низкого светового потока также вы получите огромное количество шума, даже на ISO 100. Ну и так как мы снимали наш эрик, неизбежно в самые края кадра попадет наш бутерброд из трех фильтров. И вы увидите вот эту явную темную виньетку. Ну и еще один кадр на супер длинную выдержку. На этот раз ровно на 4 минуты я засекал. Я поймал в кадре батю с сыном, который ловили рыбу. Вот если бы они все 4 минуты стояли на одном месте, то был бы намного более интересный кадр. Подводя итог, могу смело рекомендовать вам простые накручивающиеся ND фильтры. Если вы фотографируете пейзажи, то вам будет достаточно ND8 и ND32. В совокупности они вам дадут затемнение 8 стопов. При поиске фильтров старайте искать их максимально тонкие версии. Ну а если вы предпочитаете снимать видео на какие-нибудь большие фокусные расстояния, то идеальным вариантом будет переменный ND. Конечно, не стоит забывать и про полярики. В некоторых задачах они явно проявляют свои магические плоскополяризационные свойства. К примеру, минимизируют отражения и затемняют небо в пейзажах. И как следствие, немного снижают световой поток. Тем самым, частично выполняя роль нейтрально-серого фильтра. Так и дела. Ну а если вы хотите больше информации о фильтрах, да и о фотографии в целом, обязательно заглядывайте ко мне на Boosty и Patreon. С нашим коммунити мы проводим закрытые стримы, где я разбираю все стороны фотографии. В общем, присоединяйтесь. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Мне будет очень приятно. Я думаю, это будет последнее видео в этом интерьере. Скоро мы должны переехать. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok